Приветствую, это Евгений Зуев и мы с вами работаем над продвижением и стимулированием для увеличения продаж в наших магазинах. Ключевым вопросом этого ролика является, как увеличить продажи существующим покупателям. Фактически, для того, чтобы увеличить продажи существующим покупателям, нам надо увеличить средний чек. Каким образом мы можем это сделать? Для этого у нас есть три кита. Первый – это стимулирование покупателей. Второе – работа с собственным персоналом. И третье – работа с торговым залом. В последующих роликах мы подробнее остановимся на каждом из этих подходов. Здесь системно покажем, какие есть варианты. Итак, как нам стимулировать покупателей приобретать больше товаров? Существует два подхода. Первый – стимулировать разовые покупки. И здесь, в общем, все достаточно просто. Единственное, обращу ваше внимание, что если у вас нет автоматизации, то для того, чтобы облегчить себе ситуацию с контролем, упрощайте систему. Купил от 50 рублей и выше, получил скидку 5%, например. И все. Вторым подходом является стимулировать долгосрочную привязку к магазину. То есть, вне зависимости от того, сколько он набрал сегодня в корзинку, за то, что он вчера, позавчера, месяц назад, полгода назад делал покупки у нас, и он набрал такими покупками определенную сумму, например, 300 рублей, то он получает в этой продаже конкретной, в этой конкретной покупке, он получает скидку 10 или 15%. Тоже есть много разных модификаций этого подхода. Здесь тоже сделаю один акцентик. Если, опять же, у вас нет автоматизации, вам будет практически невозможно контролировать, что это именно тот покупатель, который накопил, а где же нам вести учет, как он накапливает свои покупки, сколько он уже купил товара у нас. Самое простое решение. Сам покупатель, больше чем даже мы, заинтересован в том, чтобы получать льготу. Поэтому вы можете просто использовать такой механизм. Человек приходит к вам с вашими чеками, общая сумма чеков, например, 100 рублей, и он вот на эту покупку конкретную получает скидку 10%. Чеки вы у него забираете, скидку ему предоставляете. Есть еще интересное решение, которое мы использовали с QR-кодами, но об этом подробнее мы расскажем в отдельном ролике. Следующим нашим инструментом является стимулирование и обучение персонала. Продавцы влияют на продажу. Ну, это, наверное, аксиома для всех. Я хотел бы сделать акцент на том, что продавцы, которые сегодня у нас есть, должны, если они до сих пор еще не стали, должны становиться консультантами. Если вы торгуете одеждой, то ваши продавцы должны быть стилистами. Если вы торгуете строительными материалами, то ваши продавцы должны понимать специфику строительства и использования тех или иных материалов. Конечно, здесь очень много специфичного в зависимости от того, чем вы торгуете. Но то, что является аксиомой, продавцы должны досконально знать товар, который они продают. Они должны знать его качественные технические характеристики, его применимость. И если мы хотим увеличивать средний чек, то, кроме этого, продавцы должны знать, как этот товар может коррелировать, или может быть использован, или как его употреблять с другим товаром, который продается в вашем магазине. Поэтому наши рекомендации здесь, когда вы начинаете работать в этом направлении с вашим персоналом, начинайте с продукции, с товаров, которые наиболее емкие по цене, которые дают максимальный оборот для вас. Или которые наиболее популярны. Самое большое количество продаж делают не в деньгах, но в количестве. То есть, начиная с этого, можно дальше двигаться. Еще второй момент хотел бы обратить внимание, что когда ваши продавцы, консультанты будут помогать понять покупателю, что лучше купить, например, какое вино выбрать из вашего ассортимента, то в саму эту консультацию должно и может быть вложено, а то с каким другим товаром в вашем магазине это вино хорошо будет сочетаться. Об этом тоже подробнее в другом ролике. Но вот здесь такие акценты. Второе, это стимулировать на увеличение среднего чека. То есть, доход продавца, его переменная часть дохода должна быть связана с тем, какой результат за отчетный период, то есть за месяц, за неделю, за день был получен. С точки зрения достижения цели, роста среднего чека. Если у вас есть автоматизация, если у вас есть контроль продаж по кассам, по продавцам, по чекам, то вы можете, конечно, это делать в месячном интервале. Если у вас, вот как у нас на некоторых точках, не было такой глубокой автоматизации, то мы, на самом деле, делали простое решение. Средний чек по сегодняшнему дню, который ты добился, вот именно за него и получаешь ты бонус, если добился определенного результата. И вот так вот каждую неделю у нас был один день, в который мы стимулировали средний чек. Что мы заметили? Что через примерно месяца два все продавцы наработали навык консультирования, наработали навык работы с покупателями с точки зрения увеличения среднего чека. И, в общем-то, это стимулирование уже можно было снять. Но тоже много нюансов, вариантов. Мы об этом говорим отдельно в других роликах. И еще один есть инструмент у нас для увеличения среднего чека. Это работа с нашим торговым объектом, с информацией внутри него и с выкладкой товара. Сразу акцент. Покупатель приходит в магазин за определенным товаром или списком. И если мы хотим увеличивать средний чек, мы должны влиять на этот список, его увеличивать. Таким образом, если мы, например, к полке с пивом рядом разместим снеки, то мы не заставляем покупателя брать снеки. Но мы напоминаем, мы закладываем ему в голову идею, а может быть со снеками пиво попить. И тогда он либо прямо сразу берет, либо идет к той полке, где снеков большой ассортимент. Второй инструмент – это информация. Информирование покупателя в нашем магазине. И я хочу сказать вот что. Вы должны понимать, что ваш магазин и прилегающая к нему территория являются самым лучшим рекламным носителем для вашего успеха, для увеличения среднего чека, да и вообще, в принципе, для увеличения продаж. И поэтому это пространство должно вами полностью использоваться для размещения информации о тех товарах или о тех группах товаров, или о тех льготах, скидках, которые вы даете за увеличение среднего чека. Ну и еще раз, подойдя итоги, для увеличения продаж существующим покупателям, то есть для увеличения среднего чека, у нас с вами есть три кита. Это работа по стимулированию покупателей, это работа с собственным персоналом, и это работа с нашим торговым объектом, размещением товара и информации в нем.